ну в любом случае алик себе обратимся по европе верификации принципе сейчас везде одинаково группа крови до скоро крови будем отвечать за это потому что сначала запустили теперь гайки закручивать потом обратно чего не произойдет но сейчас страдать первую очередь те у которых нет компания те которые через подставных люц людей знакомых друзей аккаунт открывали частные аккаунты денис подскажите пожалуйста как добавить товар дополнительной категории уже продающий листинг что-то не пойму вы имеет я не понимаю что за категория вы уже имеющие листинг и это я так понимаю или олайн обитраж или дропшиппинг наверное не как бы этим не занимаюсь то есть мы делаем собственные листинге из-за этого мне сложно тут что-то сказать нет видео и звука раз раз вроде все норм проверьте пожалуйста звук еще раз ну или вы вариации хотите добавить что не пойму денис шульга ну многих звук есть так что я думаю это у вас какие-то проблемы если вы хотите добавить вариации то технический вопрос просто как листинг с вариациями если с вариацией у нас ситуация заключается в том что ну даже даже не знаю что сказать в этом отношении просто ну технически добавляйте child и parent и тут как бы видео мира не расскажешь какую кнопку нажать в нескольких категориях ну я не знаю зачем вообще вот это вот каждый раз у нас сейчас проблема что если товар ваш не индексируется борьба если в европе с тем что мы проходим верификации то на данный момент индексация у нас пропадает достаточно часто из-за того что amazon считаешь нас товар не релевантный к тем фразам которые нас есть у нас серстер потому что умельцы всякие листинги пишет серстер напишет одно в тайтлах будет их другое и не понимает робот amazon у нас же не индусы там сидят просто машина которая все сверяет и сравнивают вот из-за этого тут я не знаю я вообще этим не страдаю мне как-то об этом голова не болит как эти вариации заходить переходить точнее вряд лица эти другие категории мне это не особо интересно часто этот вопрос возникает не знаю мне вот интересная история произошла по поводу нас вот несколько таких вот вопросов не знаю для меня не интересных особо это вот вопрос вот как раз по поводу того что в разных подкатегориях категориях тому что это уже внутренний механик амазона в разные товары особенно там какие-то секс то есть там и так далее которые перекидывают постоянно которые на считает то так что эдак непонятно куда их засунуть они между небом и землей я не знаю но по-разному вот но неинтересно второй вот более интересный вопрос как на out of stock например уходить вот это более такой злободивный момент потому что не у всех достаточно денег что прийти нормальное количество и не у всех достаточно достаточно так скажем желание рисковать этими деньгами то есть там до сих пор я знаю люди там по 300 штук возят вот и вылетает в out of stock кто-то из него замечательно выходит кто-то не замечательно выходит очень много миллион мнений по этому поводу но вот есть до этого я ни разу это не слышу как не обращал на это внимание на это же вот вариант если мы поставим до out of stock а в инвентурию у нас там есть возможность когда мы лисинг пишем вот эти зачеркнутые цены там даты мы ставим а под датами еще старт вот и мы соответственно можем старт перенести на будущее и мы как бы товар наш станет на стоп-продажи вот и он будет эту дату ждать у нас товар подойдет и мне человек сказал он вообще никак не просел вот так что такой неплохой лайфхак лайфхак вот хайк за это попробуйте посмотреть у кого напишите как получилось насколько это интересно прошло но действительно действительно это такой элегантный выход из этой ситуации так день с обнарос его лисинг на индийском амазоне какие последствия могут быть для меня радоваться я не знаю вот я видел это в группе написано было и вам тоже написали насколько я помню или кому-то что может быть amazon так развивает индийский амазон вообще непонятно китайский индийский амазон понятно что на китайском продается европейские вещи американские качественные но для меня это загадка то есть мы всегда изучали как бы первую очередь америка отдаленно канада и европа япония такая экзотика интересная экзотика но как бы там есть свои нюансы туда руки практически не доходили по поводу индии и америки там прыгай индии китае даже не знаю там как все это происходит не интересовался никогда вот по поводу моих успехов но смотрящим сравни то есть что подразумевать под успехом успехами на амазоне успехами в жизни спорте в чем вот если я думаю наверное сама успехи на амазоне процесс идет то есть ничего такого ничего такого особенного нет занимаемся как и раньше могу сказать сейчас у меня на амазоне одного личного своего товара нет чужих там я не знаю сколько мы их ведем десятки товаров своего на данный момент нет сейчас у нас оплачено моих товаров четыре еще три или четыре в стадии оплаты находится вот товар который должен был уже на amazon подтянуться у нас проблемы я вот всех всем советуем там рассказываем но и этот товар у нас группе как товарообразец то есть мы просто с кем и сотрудник по обучению мы не обучаем никого особенно мы просто консультируем вот у нас товар приехал на амазон ой на амазон американскую границу и таможню отправил нас назад вот и на данный момент ситуация может быть кстати кто-то подскажет в личку мне напишите потом дичел вернул товар в китай шанхай и мы с вами производители как-то неправильный декларат заполнен то что мы стараемся всегда товар отправлять особенно в начале через производитель пускай даже дороже чтобы все риски были на нем и потом если там качество плохое партия плохая чтобы ему можно было спокойно предъявить через paypal или 3d шура ну и вернуть максимальную сумму так скажем вот и получилось так что нас во первых последний момент когда нам посоветовали этот завод мы с ними поработали все отлично все нормально произвели и менеджер уволился у нас который мы работали замечательно пришел новый менеджер что там там зашивался зашивался конечно итоге товар дошел до таможни вернулся назад по причине того что они что-то неправильно заполнили то ли какие-то там проект документа то лично товар нас абсолютно простой никаких там сертификатов там и где и так далее нам ничего не на ну вот и сейчас мы не можем они нам говорят моим звоним никак разобраться не можем что дичел говорит то ли 30 то ли 45 дней должно в отстойниках отстояться и потом заново отправлять не мы не понимаем чем проблема чем нельзя выдернуть другой транспортной компании отправить так что вот так работаем почему нет до сих пор товара то время не было первый товар был неудачная сто раз назад говорил еще вот потом развивались по-своему потом новый год там китайский новый год марте планирую запуститься но вот дотянули уже до июня потому что есть какие-то проблемы ну и самое на самом деле главное то что мне и принципе не особо интересно один два три товара перепродавать как двигаемся двигаемся в своем ритме постепенно я никуда не спешу amazon меня не убежит никуда если по поводу успехов те кому консультируем но люди разные результаты всех наверное разные многие берут у нас не курсы не длинная история именно сжатая определенный короткий период времени нужно человек какой-то boost получить информацию он соответственно поэтому двигать максимально стараемся то есть даем именно то что мне нужно было на старт то есть именно направить чтобы я обратить мое внимание на те вещи которые я не обращаю внимание то есть на нюансы вот и соответственно человек получил эту информацию двигаться дальше кого мы долго ведем но есть люди которые далеко за сотни тысяч долларов уже обороты имеют ну все по-разному опять же тут и десятки тысячи сотни тысяч долларов у людей и оборотов ну так что я не знаю работа идет потихонечку есть амазон эксклюзив если ты в аута в стоке то это не не пишет ваши и не создание проблем листинга не пойму рубик есть амазон эксклюзив если ты в аута в стоке то это не пишет ваще и не создает проблем листинга я не понял короче рубик созвонимся объяснишь меня но вот что я рассказал про аута в стол это именно ну такой технический момент который можно воспользоваться попробовать бывает мы бывает ситуации когда надо товар на паузу поставить ну по разным причинам много раз этим сталкивался этого тоже элегантный способ поставить товар на паузу денег раз при доставке экспресс китай сша какая максимальная сумма в инвозе должна быть при прохождении таможня в сша без уплаты налог 800 у ей если груз всем все-таки облагается налогом при экспресс доставке то какие это налоги какая сумма при этом умалчивать максим тут весь смысл в чем этим занимается форвардеры и и соответственно наши посредники китая такие вопросы ну давайте приглашу в очередной раз каком-нибудь форвардера у них попытаем их какие-то моменты мы налоги в своих странах платим вот вопрос такой то есть вы работаете в белую и там тоже самое можно работать белую серую и в чернуху вот из-за этого каждый случай индивидуально как правило мы ничего не платим мы отдаем форвардеру платим за килограмм а он решает эти проблемы возникает различные сложности по всякому как правило и из этом 90 процентов не сложно сказать по статистике но вот с кем я работаю сложности возникают редко ну вот пример у нас возникла сложность то есть уж я не знаю там десятки товаров привозили если не сотни ну и вот наш конкретно лично мой товар на вернулся назад шанхай ну вот так что я могу сделать сейчас на данный момент у меня еще четыре туда поедет скоро то есть вот у меня получается сейчас 5 товаров запускаем и еще там на очередь несколько вот но в любом случае ситуация вот такая здесь надо говорить с форвардерами не надо себе голову забивать вы если хотите транспортную транспортировка заниматься на другая история они занижают суммы они раз они дробят поставки они много что делают нет их забота также как вы и налоги в своей стране плать также они платят налоги то вот и все так значит следующий андрей спрашивает amazon уже решил со своими алгоритмами когда уже можно будет опять продвигать ну я же не решаю я я больше гаранта выступая да мне есть с кем я очень плотно работает с двумя людьми все они на данный момент занимается продвижением продвигает свои товары но это продвижение идет исключительно на своих товарах один продвигает свои исключительно товары второй продвигать свои товары третий продвигает свои товары и когда он делает продвижение своим товаром продвигает очень какой-то там алгоритм продвигает и чужие. Но это в минимальных количествах, потому что нет математики. А почему нет математики? Объясняю. Если раньше мы выводили, почему мы давали 100% гарантию и до сих пор я возвращаю всем деньги, кому мы недовывели? Потому что у нас была статистика больше 95%. То есть у нас просто единиц кого не выводили, а остальных я мог выводить просто. Я говорю, я перекидывал другому человеку, который специализирует на высокочастотниках, а мы бы специализировались именно больше на низкочастотниках. И все. То есть мы практически все закрывали, из-за этого мы давали эту гарантию. А сейчас я вообще не могу никакой гарантии дать. То есть некоторые слова выдвигаются, некоторые не выдвигаются. Но если мы будем это делать, мы, соответственно, ну, потратим очень много сил и также это затратная часть в любом случае. И денег здесь нет, и проще на свои товары просто это все усилие тратить. У кого-то себестоимость поменялась. Кто-то сейчас на данный момент там от виш-листов, от корзины ушел. Кто-то продолжает это делать. Ушли все те, кому пришло дофига писем. Вот нам не пришло ни одно письмо вообще. Ну, по крайней мере, я не знаю, кому мы только продвигали мы. Я не знаю ни одного человека. Вот. Надо уточнить, конечно, но я не помню таких. Потому что у нас там у всех все примерно делают одно и то же. Все примерно делают одно и то же. Но у всех свои нюансы. Вот. В любом случае. По бренд-регистру. А какие новости? Все новости, Алексей. Все как был, так и есть. Надо делать торговую марку и голову не забивать. И вам будет абсолютно фиолетово на эту бренд-регистру. И что бы там Amazon там не придумал, они будут пыль глотать, когда вы придете в своей торговой марке, зарегистрированной в Соединенных Штатах или в Европе, в какой стране вы хотите торговать. Вот. И все. Вот и вся история. Или, ну, я не знаю, я недавно читал статью там Синтии там и так далее. Тоже в группе я видел в какой-то. О том, что перекупать вот эти вот аккаунты с оплатежными. То есть, если вы с картами, со всеми же не можете купить. То есть, это юрлицо, вы покупаете и счета, и все дела. А если вы частное лицо, то как вы можете купить? Вот у меня там оформлено на мою карту. Я вам передам эту карту, не передам. И Амазон огромное количество банит. Хотя многих и не банят. Из-за этого с платежными реквизитами надо быть осторожен. Я могу одного сказать. В осень я менял несколько раз. В осень. То есть, почти год назад. Сейчас ситуация поменялась. Верификацию ввели с 1 июля. Насколько я знаю, будет верификация этих покупателей на Амазоне, чтобы вот как раз по индусам бороться. Постоянно все меняется. Есть хорошие намеки по продвижению. В любом случае люди двигают, товар двигается. Но на данный момент у нас стратеги просто корректируются в плане обратно к выкупам. То есть, если я специализировался до 3 октября того года на раздачах, сейчас я к раздачам обратно возвращаю. Вот. Вот и все. Соответственно, у нас в этом весь и смысл. Просто если мы, когда были индусы, мы раздавали 20-30, теперь мы раздаем 30-50. Вот у меня товар идет, я достаточно строго придерживаюсь. Опять же, если есть возможность именно ревьюеров, не моя возможность, потому что я заведомо закладываю бюджет. Вот. У меня нет проблем о том, что там, ё-мо, я тысячу штук привез, как же я сто штук раздам? Я 10% всегда на раздач. Ну и Жене уже, я много раз уже втыкался в товары. 7-10 дней товара от роду у него уже там, вот Женя мне показывал, не помню, то ли 7, то ли 10 дней, 156 отзывов верифицированных. Мы проверяли. Вот и все. 156 отзывов. Вот. И я уже много бил, там 10-20 дней, там. Ну вот так, что вот так вот. Из-за этого просто больше раздаем, чтобы сделать больше буст. На бусте уже смотрим дальнейшая динамика, что дальше делать. Вот. Про бренд-регистры и про... Я понимаю, бренд-регистры, это насколько, вот как сказать, насколько было просто его сделать, настолько он имел значение. Ну то и все. То есть он бессмысленный абсолютно. Для меня лично, я не знаю, я за него никогда не боролся. Ну вот. Потому что преимущества сомнительные. Да вообще все, что Амазон дает, он как легко дает, так легко и забирает. Из-за этого надо приходить туда со своим. Все, что ваше, тогда оно и защищено. Это патенты и торговые марки. Ну вот. Потому что бренд-регистры был там, за 2 копейки его сделал, в унитаз слил. Да я через Арфаэля не пробовал. Мне просто не надо было, Рубик, пробовать через Арфаэля. Я с производителем договорился и отправил. Вот. Из-за этого тут я даже не рассматривал других вариантов. Просто производитель взял на себя, нас устроила доставка. Мы идем простым путем. У всех подход, работа на Амазоне разный. Ну в смысле вообще подход разный во всем. У нас вот такой подход. Достаточно простой, без каких-либо. Я считаю, вот у меня сейчас как раз основная задача это максимально быстрый запуск. Вот. Потому что, да, Рождество на носу практически, работаем. Вот. И основная задача максимальное количество товаров запустить до этого момента. их понять, на кого деньги ставить, на какие товары. И, соответственно, сейчас этим и занимаемся. То есть, сейчас идет лето, лето, достаточно спокойный период времени. Я хочу запустить большое количество товаров. Где-то с партнерами, где-то сам. То есть, не принципиально. Для меня сейчас именно нужна... То есть, я за... Когда мы начали консультацию, достаточно активно мы начали это дело с февраля месяца всего на все. Вот. Консультировать людей. Мы набираем статистика по результатам, по всем вот этим моментам. Но мы повлиять на 100% не можем, потому что у каждого глава своя. Я говорю, что надо делать, каждый делает по-своему. Вот. Кому, у кого как получается. Опять же, от товара мы часто очень работаем. Уже с выбранным товаром, то есть сложно. Из-за этого для меня сейчас очень важно запускать много товаров, набирать статистику. Тех товаров, которые я сам выбрал. Вот по своей вот этой таблице, например. И по своим критериям. И второй момент запуск. Единственное, конечно, я жестоко вперся, так как по индусам я мог бесплатно продвигать не неограниченное количество, но очень большое количество ключей и держать их в топах спокойно. То есть, у меня, в принципе, результат не гарантированный был, но в любом случае достаточно высокий был бы, я думаю. Сейчас мне придется делать на общих основаниях по большому счету. Ну, посмотрим. В любом случае постоянно на Амазоне все меняется. Надеяться на что-то одно и простое, и бессмысленно. Надо делать все хорошо. Ну, классно, Рубик. Буду иметь в виду. Я тогда сейчас, значит, это самое. Сейчас, сейчас. Ну, короче, это, понял. Я в любом случае узнаю, у нас мы понедельник ультиматум ставили вплоть до того, что там деньги возвращать. Буду завтра этим разбираться. Может быть, тогда попрошу, чтобы на Рафаэля перекинуть. По торговой марке, как я понял, только тогда, когда получили бренд регистры, можно. Вот. Не уточнял. Ничего не могу сказать. Ну, вот. В любом случае, я не спорю. Лучше с бренд регистры. То есть, те, кто сделал до этого, но ничего такого. Я без него жил, живу и буду жить и дальше. Не принципиально. Самое важное, это цеплять, понимать, как выбирать товар и как его запускать правильно. В любом случае, нет идеальной системы. Вот. Я вот сейчас, на данный момент, кстати, помимо, вот, я сказал, интересные вещи по автостоку, интересную вещь, мы сейчас в последнее время тестируем. То есть, у нас есть определенные ключи, по которым делаем раздачу на старте. Обязательно. То есть, мы как бы делаем подготовку по SEO. А конкретно, этот, как эти ключи отбираются, у меня было три показателя. Раньше было два, сейчас уже четыре показателя. То есть, постепенно объективными показателями, так скажем, обрастаем, но не мусорными такими, бестолковыми, например, как там, я не знаю, высокий БСАР, там, количество звезд, или еще чем-то. Я не считаю, что это имеет значение. Вот. Мы, у нас есть показатели, это средняя продажа на первой странице, это MerchantWord, V2, V1, там, кому как нравится, и, соответственно, количество конкурентов предложений. Сейчас мы добавили еще, это берем Амзеван. Ну, там, раньше Keyword Inspector брали за месяц, например, и выдергивали ключи у конкурентов. Сейчас, ну, я не знаю вообще, зачем Keyword Inspector нужен. Просто некоторые пишут, а чем отличается? Да тем, что вам за какой-то там, я не знаю, за час, за сутки, ну, как получится просто, когда у людей время есть, вам дадут абсолютно все ключи конкурента. Keyword Inspector будет там, высасывать там, даст вам какую-то долю каких-то ключей или комбинацию ключей, которые он сам придумал и которые индексируются. Вот, я не знаю. Вот, мне очень удобно именно выдергивать Keyword Search Team у конкурента. Сейчас достаточно это постепенно массовый характер приобретает, люди понимают. Вот, что это удобно. Выдергиваем ключи, выдергиваем их сами из тайтлов ключи, ключевые фразы, ключевые запросы, отдельные ключи. Вот, вставляем вам The One и смотрим, ну, где-то 2-3 недели, на сколько, и вставляем оси на конкурентов, естественно, и вставляем эти ключи. Ну, берем там 5-10 конкурентов, вопрос, какой у вас тариф на обзывание, ну, или любой трекер, какой вам нравится. Вот, и смотрите, если ключ не дергается, то есть идет там прямая, то, соответственно, говорит о том, что ключ мертвый. То есть, ни у конкурентов продаж там нет, ни у нас, ну, в смысле, ни у этого товара. Вот, и мы, соответственно, в будущем просто этот ключ будем, не будем использовать. То есть, он, в принципе, не интересен. То есть, постепенно, постепенно, такие вот интересные вещи подтексты. Так, значит, вот так что вот такая вот история. Так, Рубик, работники Walmart стали делать доставки товаров клиентов после работы. Первый знак, борьба, FBA, Амазона. Да, Walmart, Walmart, разговоров много, те, кто на Walmart вышли, продаж особо не имеют, как я понимаю. Вот. Нам, честно могу сказать, чем больше будет конкурентов, чем больше всего смотреть, чем больше будет конкурентов Амазона, тем нам будет проще. Просто, ну, монополия, она есть монополия. Почему наши страны так живут? Потому что у нас или монополия, или коррупция. Вот и все. А у них там все-таки конкуренция. И чем более конкурентный рынок, тем лучше. Для умных, для продвинутых, для, так скажем, людей, которые действительно горят этой идеей. Вот. А не для аферизма, для блата, и для таких вот вещей, которые во всем остальном. Ну вот, Денис говорит, как раз Амзе Ван лучший для просмотра динамики. Выбрать из топа интересные ключи. Абсолютно согласен. Ну, просто выбор вариантов много, и Денис про них рассказывал. Вот. Способов достаточно много. Ключи выдергивать по-разному можно. И через Амзе Ван тот же самый. Просто он через Амзе Ван выдергивает. Я там через Мерчинворд выдергиваю. Мне вполне, меня сильно не напрягает варианты именно сёрш-тёрма конкурента выдернуть. Кстати, что такое выдергивание сёрш-тёрма из конкурентов? Я вам могу сказать, мы уже выдернули достаточно приличное количество вот этих ключей у топовых продавцов. И что бы мы ни делали, какими бы ни пользовались программами, мы не получим объективной информации на 100%. А здесь мы получаем. То есть мы видим абсолютно как скрин. То есть вплоть до того, что строчками разделено, запятыми разделено, первый, всё равно, второй, кивор, третий, четвёртый. Вот. Я вам могу сказать, что львиная доля ключевых запросов у топов, по крайней мере, которых мне кидают на данный момент, у всех, практичных, и в сёртёрме, я не знаю, там, в каждой строчке, там, 50 символов, 60 символов. Там никаких, там, ты 4-5 тысяч символов, или даже, как я сейчас сделаю, 250-400 в строчке, нет нигде. Вот. И у многих прям iPhone, кейс 7, там, я не знаю, кейс iPhone 7, вот такие вот ключи. Вот. И мы выдергиваем где-то процентов, наверное, 20-30, всего-навсего, у кого такая распашонка, там, целая поэма, а у всех остальных вот прям очень-очень мало ключей. То есть, они прям вот заточены по тем ключам, по которым находятся. И никакой кейверт инспектор этой информации не дадут размышления, потому что мы просто не знаем, сколько у них много, ключей или мало. если вы мне скажете, какое доверие, ну, вы можете просто свой проверить и все. Вот. Просто если вы, мы ошибемся, мы, естественно, вам деньги вернем. Если мы не ошибемся, соответственно, просто денежку заплатим. Мы уже проверяли много раз. Вот. Сервисов тоже много разных, цены у всех разные. Соответственно, я вот работаю, на данный момент у нас стоит от 50 долларов, там, два осина. Больше, в принципе, не надо. То есть, выберите два ключа, вполне достаточно. Можно, я видел, и за 10 долларов делают, то есть, там и пакетами каким-то покупают. Так что, можно и дешевле найти. Вот. Было бы желание и проверить. То есть, просто я за них, ну, то есть, не могу сказать, но есть люди, которые, наверное, делали. Тем более, 10 долларов не такие большие деньги. Мы за 50 делаем. Вот. Два ключа. Мне все устраивает, то есть, точнее, ну, как вроде, уже много раз проверено, работает четко. Вопросов нет. Ну, вот Денис как раз пишет. После того, как собрали ключи, я просто отслеживаю интересное. Он не выдергивает. Ну, то есть, я говорю, стратегия разная. Денис, мы с тобой как-нибудь товар запустим в общий и как раз обменяемся, потому что можно разговаривать до бесконечно вместе с тобой, там, постоянно об этом говорим. Когда запустим товар, выберем, запустим вместе. Как раз под опыт именно общей работы, даст информации, стратегии и всего остального в 10 раз больше. Ну, сам знаешь, я тебя всегда жду в нашей команде, так что и можем вдвоем с тобой что-нибудь запустить. Вообще не проблема. Вообще надо, так скажем, копирироваться. Вот, и, кстати, по поводу вот этой группы, которые по отзывам. Реально, почему я по ней все время говорю, потому что очень важно сделать русскоязычную группу именно не на коммерцию, а именно просто пришел, кинул свой, сказал, у меня есть товар. Вплоть до того, что даже показал этот товар. Как в англоязычной группах. И все, и чтобы люди покупали. Потому что мы раньше в англоязычной группе ломились, у меня там по 300 групп мы раздавали их по купонам. То есть мы ничем не рисковали, мы рисковали тем, что у нас их просто товар-то по-любому купят. По заданию или по супер-юрлу динамическому, но мы деньгами не рисковали. А теперь нам надо еще денежку заслать. Соответственно, должны быть нормальные и порядочные люди. Желательно, конечно, чтобы это были знакомые знакомых. Приводите своих знакомых, которые живут в Америке, друзья, знакомые. Ну неужели? Ну я не знаю. Ну даже если я понимаю, что им товары наши не нужны. Хотя, мне кажется, много хороших товаров. Очень много. Ну вот, которые можно было просто на халяву брать. Но я не знаю, в чем проблема. Мы высылаем денежку на PayPal, там, я не знаю, куда-нибудь еще, там, Western Union, MoneyGram, там, они просто делают покупку. Им сказали, вот такой ключ, забиваешь, идешь на десятую страницу и покупаешь мой товар. Напиши мне вот этот вопрос. Ну то есть, если мы это не сделаем, если мы будем только приходить в эту группу и говорить, мне нужен отзыв. Вам никто отзыв делать не будет. Просто там нет таких количеств, такого количества людей, которым это надо. Ну приводите хотя бы, то есть, хотя бы одного своего друга, там вот сейчас полторы тысячи человек. Было полторы тысячи человек, которые могут в Америке взять товар. Кто-то на Украине, ну там на Украине все равно доставка, все равно деньги. А в Америке вообще бесплатно. Тем более, у вас в ММАС есть прайм. Ну неужели трудно, даже если у человека нет прайма. Ну объедините там до 35 долларов, там по-моему сейчас ограничение. Два товара возьмите на халяву. Никакой прайм даже не нужен. Ну я не вижу вообще проблем. Весь смысл идеи той группы, Amazon Review, вот это, исключительно заключается в том, что мы заходим, выкидываем свой товар, нам нужно там 50 отзывов. Ну как в точности, но в американских группах. Я просто знаю, есть китайские чаты, почему вот эти вот 150-200 отзывов там люди клепают, потому что у них там сообщество, потому что они там действительно клепают и клепают бесплатно. А у нас какие-то все сложно. У Рубика вон есть такая группа, в Израиле есть, ну вот, а у нас нет. Ну в любом случае, любой Александр, I'm the one, в разы засыпает, показать свои продажи, по-моему, продукты. Бывало ли такое? Да бывает, конечно, но все программы, и I'm the scope ошибается, и Jungle Scout ошибается, и, и другие программы, но это программы, это же, Amazon не дает данных вообще. То есть, это в любом случае, в любом случае. Из-за этого не надо на программу, программа это информация для размышления. Нам дают информацию, мы берем несколько программ, я предпочитаю ограниченные, ну мне тяжело, я приспособился к одной, например, я пользуюсь, мне все устраивает. Я понимаю, я никогда буквально не относился там к данным, или к там, кто пользуется Смешером, Amzascope, Jungle Scout, как им доверять, да что им доверять? Вы берете просто показатель, примерно цифры такие. Хотите, выдерните басолеранка, воткните там, FBA Toolkit, посмотрите там, посмотрите здесь. Все прикинули, ну, все понятно. Вот, бывают катастрофические ошибки. Нет, Рубика есть группа, он живет в Израиле, он торгует в США, у них просто, в Израиле есть такая группа, где люди реально дают товары на отзывы без выкупа. Ну, в смысле, товары, чтобы сделать выкуп на искусственный, то есть для отзывов. Ну, поймите, неважно, вам нужны звездочки, вам нужны SEO-продвижения, то есть по какому ключу вы хотите продвинуться. Ну, в любом случае, давайте сделаем группу. Приводите своих друзей, приводите, сами приходите. Тут же ничего такого нет, просто нам, так как мы деньги отправляем, нам надо какое-то доверие. В любом случае, если какие-то будут проблемы, на кого-то будет жаловаться, будем банить, конечно, безжалостно. Когда вы перечисляете деньги, смотрите аккаунт, чтобы он был не левый, чтобы там действительно, я не знаю, ну, какое-то время он прожил. То, что вы перечисляете деньги, я не могу их контролировать, ни я, ни Сергей. Но есть хорошая такая задача сделать эту группу, потому что на данный момент это продвижение самое крутое, самое сильное. У Рубика, да, да, есть там, есть такая группа, да групп этих полно, на самом деле. Ну, русскоязычных ни одной нет. То, что кто-то хочет на этом заработать, да нормально. Я вот честно могу сказать, дайте мне людей, которые там за деньги нормально это все делают. И за деньги, и не за деньги, то есть, в любом случае, не хватает. А сейчас индусы пропали, надо раздавать больше. Вот. А раздавать покупонам это просто трэш какой-то. Ну, вот, то есть, вы покупон кому-нибудь раздали, у вас уже на 2 мигалочка висит. Ну, вот, мне это не надо. Мне надо, чтобы просто нормальные, чистые покупатели это покупали. И чем более они независимы от Амазона, тем лучше. То есть, обычные покупатели со стажем, которые покупают. Е-мое, тут, блин, у всех людей куча друзей в Америке. Не забывайте, что может быть много продавцов товаров в Байбоке. Согласен. Она не русскоязычная. На иврите. Да, мы тоже, а мы что, год занимаемся. Я продажник занимаюсь 25 лет. А Амазоном, там, ну, второй пошел. Ну, мы все начинаем. 10 выкупов товара хорошо поднимаются по ключу. Раньше, до 10 октября, когда у нас не было вот этой ярмарки и карусели, что происходит сейчас на Амазоне, хотя уже постепенно стабилизируется. Вот. 5-10 давали низкочастотный ключ. Если все правильно сделано, хорошо заточен листинг, правильная цена и все остальное. Это не просто так, знаете, 10 раз дал, и я получил. Надо сделать правильный листинг, надо иметь хорошие фотографии, хорошую цену. Да, с 10 выкупов гипотетически возможно сделать один ключ, но никакой не высокчастотник. Но надо тоже понимать, все зависит от конкуренции. Нет, наша помощь, она в этом, как ее называется, в группе, там, мы занимаемся консультациями, то есть тут как бы все знают, мне кажется, никаких проблем нет, в шапке написано, чем мы занимаемся. Если что, напишите в личку, да можно поговорить. Да индусы могут все что угодно продавать на самом деле. Вопрос, что они сделают. Вот мне, например, ни один индус за май месяц практически ничего не написал. Что-то там они там туда-сюда, что-то обещают, но сделайте, покажите результат, скажите, да индусы сделали. Я не знаю. Ну вот, велика вероятность, что вас запалят просто, что-нибудь они там накосячат и вас забанят. Вот это вот действительно может быть точно. Потому что там одно-два письма вам придет и потом кирдык наступит. Я бы не связывался. Да их море, у меня, зайдите в аккаунт мой, Денис Эллера и увидите, какие у меня группы есть. Правда, там почему-то показывает штук 80 или 100. Забейте в поиск Амазона, там, ревью, там, бонус, Амазон, там, дискаунт, там, и так далее. Ревьювер Амазон, там, и так далее. То есть, наберете миллион этих групп просто. Ну, не миллион, а вот у меня там под 300. Но это все умерло уже. Я, например, никому там не скину. Там, во-первых, в этих группах англоязычных куча амазоновских сотрудников, там куча аферистов, куча дропшиперов всяких, онлайн-арбитражников, которые мне, честно могу сказать, нахер не нужны, емое. Вот, чтобы им давать товары, и потом они там мне в байбок залазили. Вот, ну, вообще они мне не нужны. Ну, вот и все. Ну, вот, вот, то же самое с файвером вообще, емое. Что, лисинги с файвера? Ну, правда, на днях мне тут рассказывали, как там люди за 460 рублей, долларов точнее, сделали лисинги, емое, которые все равно придется переделывать. Вот, ну, что говорить тут? Лисинги надо делать самим. За вас никто не сделает, никто киворды за вас искать не будет. Все, что сделают, если делают лисинги, пускай они тогда, отвечают они там, в бестселлеры, что они там рассказывают. Ну, пускай возьмут лисинг, вот эти 460 долларов, и запустят его, соответственно, в бестселлеры, потом денег заплатят. С продвижением никак, я же сказал. Сейчас, на данный момент, мы специализируемся, это точный лисинг, вот, и раздача, то есть, искусственные выкупы. Создаем органику, создаем конверсию, создаем, движение товара в нужном направлении, анализируем вам, забиваем наши ключи, смотрим, какой продвигается, то есть, 1, 2, 3, забиваем, и потом Амазон уже начинает нас ранжировать, и подвигаются абсолютно, бывают другие ключи. И мы подпитываем другие ключи, то есть, ну, на данный момент увеличили количество, просто, искусственных выкупов. не, ну, что, дропшипер, дропшипер, дропшиперу рознь, если дропшипер лезет ко мне в байбокс, он мне не нужен, если дропшипер торгует со своего лисинга, пожалуйста, и торгует. Я понял, Ян. Не, ну, мы из-за этого, я говорю про русскоязычную, на русскоязычном просторе, вероятность зацепить, того же индуса, или там, как его звать, американского, там, проверяющего, гораздо ниже. Им на нас, ну, я думаю, не велика там, не великий интерес. Аккуратно, осторожно, что я вам сказал, в любом случае. Есть варианты, есть варианты, то есть, общаемся, смотрим, следим, обращайтесь к администрации, то есть, видите, что люди какие-то подозрительные, мы их будем банить. Ну, а что сделать? В любом случае, других вариантов нет. Ну, вот, открываем, закрываем. Я, честно, могу сказать, вот я, вот эти ники, которые сейчас в переписке, я уже лично кучу народу знаю. Вот, ну, будет у нас там, я говорю, там 500 человек, будет достаточно нормально. У нас, если конкретно по нам, вот, в шапке, в шапке, конкретно, группы в фейсбуке, в которой сейчас лайв происходит, там, в принципе, все написано, чем мы, в принципе, занимаемся. Я против почасовых консультаций, потому что сам их проходил, знаю, кто этим занимается, раньше сам рекламировал это дело, но, когда прошло время, понял, что они консультации беспонтовые. Эти консультации почасовые интересны только, когда нужны технические действия. Технические действия связаны с блокировкой листинга, технические действия, там, связаны с какими-то, ну, там, я не знаю, там, вам надо что-то переделать, там, вариации сделать, но я не знаю, что вы не можете сделать, именно техническое. Не стратегию, не тактику, не длинные, там, стратегия, тактика, она же, вы ее теоретически разработали, потом ее воплощаете в жизнь и смотрите по ходу пьесы, начинаете корректировать. Как почасовой это сделать, я не понимаю. Понятно, что можно в час, в день, например, за этим смотреть и так далее, но это вот эта американская система, я ее не могу понять. Она правильная вполне возможна, но я так не работаю. Вот. Второй вариант это, видя больших курсов, то есть, там, целые, там, истории, тоже как бы не наши, нас нанимает от месяца. Месяца вполне достаточно для того, чтобы познакомиться с человеком, понять цели и задачи, понять, куда он двигается, понять его бюджет, понять, вообще, в принципе, то есть, если человек активный, то есть, общаемся, вот, и уже ему советуют, в зависимости от товара, в зависимости от того, какой он сам по себе, то есть, рисковый, нерисковый, потому что я говорю, вот даже примеры, вот, скрывания серфтеров, у всех стратегии разные, у всех, нету одинакового ничего, и у всех результат, очень часто, у успешных людей, стратегии разные, и у неуспешных людей, которые даже содрали успешных людей, в любом случае, у всех все по-разному, потому что товары разные, вошли по-разному, конверсия была разная, Фотографии другие, чуть-чуть отличаются. То есть у всех все по-разному. И даже если вы сделаете 100 листингов идеальных, на свой взгляд, на взгляд профессионалов и со стороны, кто посмотрит, все равно зайдут не все товары. Вот для меня сейчас надо понять статистика, какой процент заходит, чтобы, например, привлекать инвестиции для этого. Потому что все равно конечная цель вообще всех этих действий – это в любом случае применять или двигаться куда-то дальше. Дальше я вижу это типа там сайтов продвижения, учиться, то есть уже продаваться не с Амазона, а там сайтов, например, своих личных или там Shopify, там типа такого. Ну это дальше как бы развитие я вижу. Kickstarter там, Indiegogo, интересно, другое направление. Вот, ну когда это будет, вообще дойдет до этого или дойдет ли наша команда до этого дела, я не знаю. На данный момент мы решаем все задачи, которые есть. Вот, нас нанимает от месяца, вот у нас сейчас, я убрал вообще все, все тарифы, то есть у нас есть месяц и полгода. Полгода достаточно абсолютно для запуска любого товара, абсолютно достаточно. Кто занят, кто медленно работает, у кого там свои дела, вполне достаточно, до 6 месяцев. Как правило, запуск идет 3-4 месяца, это для обычного товара. Обычного, самого там товара, я думаю. Вот, и за это 6 месяцев мы еще и проанализируем, еще там довезем и доделаем, потому что как там тот же пейперклик, там надо по-хорошему гнать 2 месяца прогонять. Помимо пейперклика у нас есть там много-много всяких моментов и просто надо принимать решения в процессе работы. Нельзя заранее, заранее можно просто какую-то стратегию выработать, в зависимости от нашего бюджета, стоимости товара, товарных остатков и всех этих моментов. Но потом в любом случае ее корректировать, ну вот, потому что без этого нельзя. И мы выберем те ключи, по которым у нас будут индексироваться, по которым будет идти трафик и все остальное. Обращайтесь в личку, там, что у нас там сейчас на данный момент за месяц, за месяц с доступом ко всему контенту, выбор товара, продвижение, неважно, 500 долларов, полгода же, 2000 долларов, все. Мы лично этим занимаемся, то есть мы ничего лично сами не делаем, лично делать все сами. Моя задача передать технологию, чтобы вы спокойно могли, там, вас просят, и вы спокойно можете ответить, почему так, а не иначе. Какие есть другие варианты? У меня такой подход. И листинги вы пишете абсолютно все сами, даже не зная языка, не имеет значения. Ну, конечно, знание языка в любом случае элементарно надо, словарный запас там и так далее. Я имею в виду разговорного в совершенстве, там, американского, английского языка. Вот. Потом, потом, когда вы напишите листинги, подберете кейворды и все остальное, вы можете просто, там, 10-20 долларов вам переведут или знакомые в Штатах просто переведут на нормальный литературный язык, чтобы было понятно читателю. Ну, в любом случае, все эти листинги я пишу, в первую очередь, особенно на старте, для машины Амазона. То есть, для Амазона, чтобы она меня зацепила, чтобы проиндексировала, чтобы я получил максимальное количество первых страниц по тем ключам, которым есть. А потом постепенно я делаю за... Ну, и там есть какие-то хитрости, маленькие, очень маленькие нюансики. Вот. А потом я постепенно перестраиваю листинг, именно чтобы он больше заточен был, по крайней мере, бэкэнд, те же тайтлы и буллеты, именно для покупателя. Вот. Чтобы он был просто читабельным. То есть, если вы обратите внимание, у очень многих листинги постепенно все меньше и меньше, и все эти наши топы бывают вообще там с мизерными листингами. И Амазон, в принципе, тенденция, сами видите, во многих группах товаров, категориях, там, 80 символов, там, и так далее. Вот. Это к тому и идет. И количество символов серстерами будет уменьшаться постоянно. Ну, потому что оно не надо, такого количества. Я еще раз говорю, я ни разу не видел у человека 31-х страниц. Ни разу. Хоть мы индексировали, хоть мы там смотрели. Ну, да, были, конечно, там, низкочастотники, там, туда и сюда, но все равно. Потому что у каждого товара есть, там, как минимум, 3-5 высокочастотников или, там, 3-5 среднечастотников, когда как. Смотри, как мы будем это классифицировать. И, там, я не знаю, там, с тридцатник, низкочастотник. А все остальное, это будут дубляжи, это будут, там, множественные единичные числа, это будут какие-то длинные хвосты или зеркала. Все. Да, у китайцев слисинги. Ну, в любом случае, я сейчас говорю, тут много всяких моментов. И китайцы молодцы. Главное, чтобы у нас была органика. Все, мы двигаемся к этой органике. Я не знаю, блин, я не при, так скажем, у меня на канале нет ни одного отзыва по нашей работе. Нету нигде вообще, мы не ведем статистику отзывов, там, хорошо мы сделали, плохо мы сделали. Думаю, в любом случае, не знаю, у меня не хватает сил на маркетинг заниматься тем, чтобы каждого, кого мы научили, чтобы он хотя бы мини-отзыв написал. Не могу. Мне кажется, это как бы, если человек хотел бы, всегда бы написал. Ну, вот. Есть люди, которые просто отказываются отзывы писать, у которых реально очень серьезные обороты, мотивируя тем, что работают в сервере, например. Ну, или сглазить не хотят, или еще что-то. Ну, так что я заставлять никого не буду, я считаю. Если человек хочет, там, отблагодарить или наоборот сказать, что, там, негодяя, он все равно напишет. Групп достаточно много, не проблема написать, что вот Денис такой вот. Так работает, потому что если здесь в группе, вот, видят другие, там, курсы, там, хают и так далее, какие-то хвалят, вот, то в любом случае, я думаю, в других группах я же повлиять никак не могу. Напишут и про меня что-нибудь. Так, если ключевые слова помещаются в одну строчку, стоит ли рабык на несколько... Ну, я раскидываю, да. То есть, и те, которые ключевики и серверсер мы взламываем, у всех до одного расписаны. Ни у одного я ни разу не видел, чтобы строчка была всего одна. То есть, даже вот, прям, реально у меня есть примеры. Вообще, один, пять ключей всего. По-моему, iPhone K7, вот, типа этого. Пять ключей, все. Вот, и они прямо находятся в первой, второй, третьей, четвертой, пятой странице. Ну, там, сами помните, там, когда мы добавляем, там, даже, вот, например, там, тинейджеры, там, мамин день, папин день, там тоже только одна ключевая фраза. Может быть, и приведет к тому, что будет у нас всего по пять ключей, будем забивать, да и все. Я не знаю. Именно тут, понимаете, как влияет на поиск. Это влияет на поиск. Никто этого не знает, в этом все и дело. Не надо воспринимать мои слова или слова каких-то людей, которых вы считаете грамотными продавцами на Амазоне, или обучателями, или еще кем-то, за первый источник. Мы не работаем на Амазоне. У них всего... Амазон сам. По себе нанимает компании, которым пишут алгоритмы. И сегодня у них такой, завтра другой. Почему у нас, там, с 20-х чисел апреля перестала работать индусы? Ну, вот. Ну, вот, потому что переделали алгоритм и борются с нами. То же самое, они постоянно меняются алгоритмами товаров. Они видят, что, например, на первых страницах кто-то жалуется, что там какие-то непонятные товары вылазят и так далее. Они с этим борются. Так, дальше. Мне ломали 7 кейсов, 1 осина и немного ключей. Ну, не пойму, о чем разговор. Ну, вот так. Так, Леонид, уточните, пожалуйста. Мне сложно сказать, так, ласка. Про тебя ничего не пишут, значит, все окей. Было бы не окей, давно бы написали. Я тоже никого не прошу обо мне отзывы писать. Мне кажется, это глупо. Твой YouTube-канал достаточно красноречив, чтобы понять объем знаний. Я тоже так абсолютно и считаю, но, честно могу сказать, к сожалению, результат говорит обратное. Ну вот, кто занимается маркетингом, продвижением, кучей вот этих всяких отзывов. Ну, огромное количество каналов на YouTube сейчас, в принципе, которые этим занимаются. Там вот не посмотришь. Там в основном одни отзывы людей по поводу результатов своих. Я не знаю. То есть, я считаю, надо идти туда, брать там или платить за обучение, консультацию. Не важно, как это называется. Надо пообщаться с человеком лично. Если вы лично общаетесь просто психологически, просто какая-то ответственность, совесть какая-то. А когда через прокладки, через каких-то помощников и так далее, уже другая история. И второй момент. Ну, надо, наверное, идти туда нигде. Отзывы какие-то пишут непонятные люди. Я друзей своих сейчас десяток, там, сотню могу попросить, наверное, или заплатить где-нибудь там, я не знаю, на каких-нибудь специализированных сайтах, чтобы они написали кучу отзывов. Вот. И если люди ничего не дают, как можно оценить просто по каким-то отзывам? Там, я это не могу понять. У меня на это ни сил, ни времени не хватает. Так. Можно ли открыть под категорию с вашей помощью и какая стоимость? На данный момент, да, можно. 250 долларов открывали. Просто сейчас опять категория вот эти смешались, там, непонятно. То есть, надо просто разбираться, индивидуально смотреть. Ну, было 250 долларов. Ребята у нас открывают в команде. Я этим не занимаюсь лично. Ну, я за это отвечаю, то есть, деньги у меня висят. Мы вообще, любые услуги, которые у нас есть, за которые я отвечаю, это те услуги, которые мы делаем, а потом я людям оплачиваю. То есть, я являюсь гарантом, потому что какие-то вещи я, естественно, сам делаю, какие-то сам не успеваю делать, какие-то передаю, обучаю. Я говорю, вот мы в ближайшее время планируем писать эти листинги. Ну, понимаете, стоит, стоит будет 50 долларов. То есть, написать лист 50. Не 460, не 250, там, я не знаю. Я знаю, что много Fiverr, даже топа вот этот жирный, который там, фотограф такой довольный, который там больше всех зарабатывает. Он вроде раньше 100 долларов брал, сейчас вроде 60 берет. Но поймите, там, какое количество у него людей обращается, как он может писать листинг, вот такое количество качинга. Да никак. Вот, если мы будем писать в большом количестве, так же будем нанимать, отсорс и все остальное. Так что, я считаю, что такое листинг. Ну, это вот на данной моей стадии развития. Это то, что надо написать листинг такой, по которой системе вас будут продвигать. Или вы сами себя будете продвигать. То есть, вы должны понимать, как вы будете себя продвигать, что за листинг вам должны сделать. Вот, если вам просто напишут там, в кавычках, продаваемый текст, ну, это несерьезно. Потому что алгоритм Амазона нас вот ставит на первую страницу. Как я в Америкосах смотрел там видосы, 64% первые топ-3 продают, 80% первые страницы, а все остальное 20% остается. Как правило, не во всех товарных нишах, но, как правило, так происходит. Вот, из-за этого, я не знаю, сложно сказать. Вот, мы будем именно писать листинги такие, которые мы пишем. Но это в первую очередь для тех, кто у нас обучается, потому что смысл на внешний трафик это продавать, ну, вы просто не поймете, зачем это делать, почему так, почему так мало. Некоторые вот, кого мы даже вот сейчас, они не могут расстаться с огромным количеством ключей, которые им там наработали, за деньги они их купили. А я им сейчас говорю, там надо написать там 100, там, я не знаю, 200 этих символов. Ну, просто бывают ключи, вообще геморройные самые ключи по серстерму, это вот когда фразы из трех, четырех слов бывают. Это просто кошмар. Ну, особенно там из трех, как правило, сейчас появляется, потому что хвост уже эти 4-5, как их забивать, непонятно. Да, можно в Амазон забить и оттуда выдернуть эти хвосты, самые популярные в данный момент. Но, ну, с ними тяжело работать. И получается огромное количество зеркал. Раньше зеркала, что такое было? Любое зеркало изменений там. То есть бок, там бокс, я не знаю, бокс, то есть. И вылезут все одни и те же слова. Ну, эти конкуренты. А раньше это было так. А сейчас, может быть, совершенно разные запросы, совершенно разные продажи показывают. И вот начинаешь ковырять, вот это все перелопачивать. Ни один, кто листинги пишет, этим заниматься не будет. Да и даже, даже, я не знаю, ну, кроме вас это никто не сделает. Когда у вас уже будет поток товаров, и вы этим заниматься не будете, вы просто будете минимизировать, четко затачивать свой листинг под определенные ключи. Все, я вот уверен. Будет все меньше, 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 меньше вот этого разговора и все больше профессионального отношения. Вот мне кажется, это вот туда, туда все это идет. А не вот это вот, там, распашонки вот эти писать. Вот. Более качественные фотографии, например. То есть, вот на это работать, там предела совершенства нет. Потому что классные фотографы, потом уже стили пойдут, стилистика там. Там обработка еще лучше, еще лучше, еще лучше. Более качественный выбор товара. Сейчас я, кстати, тестим им. Мне дали Amzempire свой инструмент. Этот, как его, Sonar, не Sonar, ну не помню. Вот. Ну пока тестим. Пока ничего сказать не могу. Ну, Jungle Scout у нас не пошло совсем. Вот, вот с этой программой сейчас работаем, ищем товары. Я все товары, которые нахожу, пока для себя товары я не нашел. То есть, такой товар, который вот именно, как вот я объясняю, обучаю, когда я консультирую людей, я все время пытаюсь объяснить, что не надо вот эти брать товары. Там вот сегодня мы только смотрели. Это, ну, товары просто такие, которые идут, ну, я не знаю, там, например. Ну, короче, есть товары, типа прыгалок, типа коробки для еды, там, ланчбокс, там, и все остальное, которые просто, ну, все ими торгуют. Все хотят ими торговать. Это, там, water bottle, там, точилка для ножей, can opener, там, еще какие-то. Ну, такие, там, доски для нарезания, там, овощей, вот эти деревянные пластики. Ну, то есть, надо идти в другое направление. Надо торговать не то, что я хочу купить вот эту доску, хочу купить вот этот нож от шефа, хочу купить вот это мусорное ведро, потому что оно мне прикалывает, и хочу, там, еще, там, какие-то вещи купить, там, от тараканов, от комаров, то-то-то-то-то, что я хочу купить. Да, это бывают классные товары, но там, например, нет маржи, то есть, там уже давно контейнерами вывозят. Или этот классный товар, но он никому, кроме вас, больше не нужен. А надо искать такие товары, которые просто, ну, я не знаю, волосы дыбом стоят, зачем он вообще нужен? Там еще конкуренции нет, надо туда идти. Вот, и мы вот сейчас этим всеми программами, то есть, я делал это все сам вручную, сейчас мы мою таблицу дополняем именно товарами вот из этой программы. То есть, у меня сейчас человек сидит целыми днями и долбит. Вот, то есть, мы выдергаем из Амазона все больше и больше. То есть, у меня задача одна – увеличить мою таблицу и собирать статистику с большего количества товаров на Амазоне. Так, знаешь, как планируют начать писать платные лисинги? Да никак, просто я говорю, если надо, обратитесь, можно попробовать, вот, это сделать. Там просто какая ситуация, еще раз говорю, почему мы эти лисинги планируем писать не на общий поток, потому что, я еще раз говорю, какой смысл писать лисинг, а потом вы будете продвигать по-своему, например. Я знаю, например, вот мои друзья, там, Сергей, который занимается у нас там пеперкликом, он чуть-чуть по-другому лисинги пишет. Денис, например, Сулимчинг по-другому лисинги пишет. И у него своя методика продвижения. То есть, все делают по-своему. Из-за этого, если вы сотрудничаете с нами, мы, соответственно, выстраиваем вот эту стратегию, под нее, как бы, по ней работаем. Вот. Ну, в любом случае, можно, конечно, говорить, обращайтесь, поговорим. Я пока это не продвигаю, мы просто оттачиваем, как бы, вот это вот. То есть, я сейчас тренирую человека, обучаю, как это все делается, потому что у меня на это время нет. Много часто обращаются, и у нас в группе, опять же, мы это делаем, смысл нашего, нашей консультации в том, чтобы человек сам научился, и вот к нему обратятся, и он скажет, вот так, вот так. То есть, он может подискутировать. Почему так он делает, почему эдак он делает. И я в любом случае, у нас там месяц закончился, и все равно всегда на связи. Вот. Если какие-то вопросы есть. А лисинги вот эти мы будем писать, в первую очередь, для тех людей, которые уже научились, и они понимают, как это трудно сделать, как это сложно сделать, сколько надо на это время потратить. Потому что они сами это понимают. Потому что я говорю, вот подумайте, кто-нибудь платный сделает за вас столько кейвордов, прогонит вообще все вот это вот, всю эту работу, которую надо потратить как минимум два дня. Вот, убить. Ну, или там, я не знаю, ты уже профи, например, там, целый день, например, на это убить. Да никто. Там у них все почасовое, но на обошлись он потратит максимум, там, час. У него есть несколько программ, там, в автомате, может быть, они уже взламывали до этого. То есть, там, накидали, и все. Никто не будет, ну, вот вы за листинг платите 60 долларов, а я могу кейворды взломать, например. Там, час за 50, там, долларов, два кейворда. Вот уже 20, там, 35 долларов заработал. То есть, сейчас вы кидаете листинги, я сейчас буду взламывать, и все, и копить базу. И потом из этих аналогичных товаров просто делать кейворды. Ну, я, к примеру, говорю, такие вот. А если делать действительно, то надо понимать, как продавать. То есть, я выбрал ключи, я сделал таблицу, мы сделали листинг. Вот, потом надо отдать американцам. Опять же, американцы, американцу рознь. У меня, например, нет человека, который в Америке мне постоянно проверяет. То есть, ну, мы разным раздаем. Вот, мы пишем чисто математику, статистику. То есть, выбираем вот конкретно ключи, 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 ключи. И делаем такой скелет. Потом мы его переделываем под, соответственно, этот, уже на американский лад. Вот, здесь уже как бы отдельная история. Мы подготавливаем именно SEO заточенный листинг. И потом уже по нему мы делаем вот эти раздачи и продвижения. Так, значит, что тут у нас дальше? Сейчас, есть товар, мне денег запустить. Могу показать личку, уверен, что пойдет хорошо. Да, конечно. Заходите, ласка, пообщаемся. Мы всегда готовы к любому кипишу, кроме голодорки. А я сейчас запускаю вообще все подряд. Ну, что, действительно, критериям подходит. Вот. Дайте советы по подбору ключей, пожалуйста. А что такое подбор ключей? Все просто. Если у вас вообще, вы не хотите не потратить ни копейки денег, не взламывать чужие кейворды, как я уже говорил. Не хотите, например, брать Keyword Inspector, не хотите брать On The One. То есть, все это за деньги. Вы, соответственно, можете бесплатно. Ваша задача, главное, знать хотя бы, как товар называется. Найти его. И потом долбить, долбить, долбить тайтла конкурента. В тайтлах есть все высокочастотники. Эти высокочастотники вы вставляете в программы типа MerchantWord. MerchantWord платный, соответственно, можете найти огромное количество. У меня в таблице есть программ, которые вам надают кучу ключей. Эти ключи вы прогоняете, перегоняете, прогоняете, перегоняете по вашему предпочтению. Я предпочитаю через On The Scope прогонять на средней продаже. То есть, для меня первый главный показатель – это средняя продажа. Мне неинтересен ключ, на котором нет нормального количества продаж. Вот, в принципе, и вся идея. Так, дальше. Да, вон, все хотят. Так, значит, Денис, ты понимаешь, мне сказал фразу – это не амазонский товар. Блин, не пойму. Денис, вы мне напишите тогда в этот самый, в личку или здесь уточните. Не амазонский товар запросто может быть, если на Амазоне товар не продается. То есть, мы открываем, перерабатываем все ключи, и там нет продажи, значит, товар не амазоновский. Вот, обратите внимание, вы сейчас зайдете в какой-нибудь там гипермаркет, какой-нибудь большой, в котором там якорный арендатор продукта питания или еще что-то. Ну, как правило, продукты питания, там бытовуха, на первом этаже у вас будет какие-нибудь дорогие товары, обувь, кольца, золото, всякая такая фигня. На втором этаже там одежда, женская, мужская, на третьем этаже, на четвертом там детские и развлекуха, кинотеатр. Это классическое построение любого торгового центра. Но вы не найдете, скорее всего, нигде, ну, по крайней мере, я ни разу в жизни не видел, запчасти для автомобиля, там, колеса, например, там продаются, или там, я не знаю, домкраты, или, ну, какой-нибудь там, какие-нибудь такие вот вещи. То есть, есть, вроде он огромный торговый центр, но там не все продается. Раньше, насколько я помню, Макдональдс, например, вот в этот отдел, где, там, продукт питания не издавал, не давал свои, там, магазины, сейчас поменяли стратегии. Ну, все по-разному. Не здесь тоже все по-разному. Ласка, ну, обращайтесь в любом случае. Поговорим. Так, Денис вот еще сонар кинул. Тоже хорошая программа. Я, кстати, в чате у нас, Денис, про Helium 10. Слышал там что-то какие-то очередные улучшения, изменения, и много-много-много полезных фичей. Надо будет это самое. По Helium 10 что-то проработать получше, потому что я им вообще не пользуюсь. У меня там какие-то эти остались еще купоны, меня они там все заставляют, куда я их должен потратить. Я не понимаю, на что. Вот. Давай на четверг, может быть, у тебя есть информация, или Илью попросим. Я смотрю, или я там, у нас там загнался по Helium 10. Ну вот. Ну, что, на четверг получится у тебя, Денис? Или Илюху попросить, или втроем вообще повезти, потому что я Helium вообще не разбираюсь. То есть я там, Франкенштейн, то есть так вот бесплатно только пользовался и все. По Сонару, по Сонару, кратко делали. Я с Сонаром пытался договориться на рефералку, чтобы нам какую-то скидку получить, какие-то преференции, но они мне ничего не дали практически. А как пользователям в нашей группе вообще ничего не дали. Я из-за этого отказался. То есть я не вижу вообще смысла в реферальных вот этих системах, когда они не дают ничего. То есть, например, там по PPC, там скидка у нас 25%. По Амзе Вану у нас скидка. Ну, давай тогда с тобой потом поговорим на четверг. Если по Helium 10 нормально подготовиться, потому что там я смотрю серьезное обновление, было бы круто, конечно. Ну вот. Обращайся, Рубик, по помощи, что там. Чем сможем, поможем, ты сам знаешь. Что я знаю, всегда расскажу. Просто сами учимся, сами развиваемся, ничего здесь такого нет. Процесс идет. Тем более, постоянно эти изменения. Вот Helium поменял, что-то там, новые опять какие-то вещи. Очень интересно. В любом случае, просто фуя, вот так вот смотришь, читаешь, стараешься успеть. Но везде успеть сложно. Вот. И опять же, я такой человек все-таки не экспериментатор. То есть мне лучше вторым номером идти. Уже когда разобрался, потихонечку уже понял. Ну вот, по поводу скидок, да. Тот же Amzavan нам дает повышенный тариф. Он мне там платит рефералку там. Вот. И платит одновременно, еще дает преимущество нашей группе. То есть, а я не беру реферальные эти программы, когда они не дают преимущество пользователям. Не понимаю. Ну, какой в этом смысл? Вот. Ну, если, конечно, программа не обалденная. Еще, кстати, в группе вспомнил по поводу этого, как его звать. По поводу количества открытий писем, по поводу фидбэков наших. Точнее, не фидбэков, а по поводу... Сонар хороший, да. Вот. По поводу именно наших писем, сколько писем, как писем писать, что там не открывается, там 90% и так далее. Ну, в любом случае, для этого есть YouTube. Посмотрите, есть профессионалы, которые есть там курсы, они там все рассказывают. Вот. Как, что, туда-сюда. Ну, в любом случае, начните с самого элементарного. Просто я часто этот вопрос вижу. У меня мои письма не открывают, например. Ну, во-первых, там, или там, мои письма там в спам идут. Или, например... Еще какие-то нюансы. Какими программами пользуются? Программ огромное количество. Ну, вот Денис как раз рассказывал именно про... Вот как раз. Денис рассказывает про Зонмастера. У него 80% он нашел там завлекуху. Просто, ну, в любом случае, поймите правильно. Во-первых, количество писем, сколько вы отсылаете. Чтобы раздражать, не раздражать покупателя. Второй этап, это даже, может быть, первый этап, это, естественно, заголовок письма. То есть, из серии, как там в хостеле написано секс, мы привлекли ваше внимание, а теперь там вытирайте там ноги, снимайте обувь, там, руки мойте, там, ну и так далее. Так что привлеките, подумайте. Для этого есть YouTube. Вот, для этого есть люди, с которыми можно пообщаться. В любом случае, можно будет на эту тему, да, по СММу или курсы. Да мне кажется, а что там, в YouTube разве нет чего-нибудь бесплатного? Ну, вот, посмотрите, да. Ну, опять же, тут вкус общины. В любом случае, можно будет на эту тему тоже пообщаться и там с Хелиумом объединить. В любом случае, но письмо должно быть интересным. Да, посмотрите, там, подпишитесь на какой-нибудь подкаст какого-нибудь там чувака с Америки и посмотрите, какое вам письмо больше нравится, какое привлекает внимание. Вот, ну, в любом случае, лучше, конечно, почитать. Мода меняется, статистика меняется, надо просто читать, смотреть. Мне в этом отношении YouTube больше всего нравится. Ну, вот, по рассылке много всяких моментов, то есть, интересная тема. Вот у Дениса 80%. Кому хочется понять, ну, заплатите человеку, чтобы он вас проконсультировал, и ему приятно. Он много не возьмет. И вы получите информацию. Не, ну, это кому какой. Я, например, Фиджи Дениусом не пользовался, я не могу пользоваться всеми подряд, например, серыми. Вот, я, например, ну, пообщаемся, Денис, с удовольствием. Вот, я в любом случае программы просто, как вы попробовали, понравилось, работает, отлично. Если вас устраивает, зачем коня на ходу менять? Со временем какие-то будут улучшения, изменения, будете пользоваться. Кто новый приходит, они выбирают заново. Леонид Семенов. Любая фотография имеет авторское право. Можно хапнуть, если автор будет жаловаться. Ну, есть же эти самые сток-центры, где можно покупать эти фотографии. Потом накладывать туда на них какую-нибудь инфографику, да и все. Так что, какая программа, раз, я вот Фидбэк Джениус вообще не пользовался, за это сказать не могу. А есть люди, которые экспериментаторы. Месяц тут поработали, месяц там, месяц здесь. Там, или, может быть, наемными работниками работают. У одного аккаунта, например, на Фидбэк Джениус, у другого на Селсбейкер, у третьего, там, на, там, я не знаю, на Ниндзя, у четвертого, на еще каких-нибудь программах. Из-за этого у него есть опыт, он может рассказать. Не попробуешь, не узнаешь. Я консерватор. Мне одна программа понравилась, мне что-то переспрыгнуть на другую программу, мне как-то это. Ну, зато я в той буду разбираться, классно. Ну, вот, у меня другой просто подход, скажу свое. PPC Tools, Amazon, вполне норм для рекламы. Ну, блин, опять то же самое. Кому-то подает, кому-то нет. Вы не попробуйте, не узнаете, мне сложно сказать. Что за сток-центры? Adidas, Nike, чего сток-центры? Не поделить ссылкой из сток-центров? Я не знаю. Сток-центров чего? На стоке покупатели выдают бумажку. Я работаю на стоках. А Леонид спрашивал про... Устырить фотку. А, понял. Ну да, ну, устырить мне, конечно, не серьезно. Это из той серии, как там Amazon можно обмануть. Вот так вот, вот так вот. Тоже здесь. Зачем? Тем более там действительно у них... Просто у нас менталитеты разные. Мы вообще люди разные. Я из-за этого некоторых моментов не могу понять чисто физически. Так что там сам не был. Вот. Фотосток вам посоветовала Инна. По Shopify еще раз говорю. Там мне какого-то человека советовали, но опять непонятно. Я с удовольствием посоветуюсь кого-нибудь. Вот. Человек, я думаю, в группе 10 тысяч человек с удовольствием бы себя прорекламировал бы и рассказал. Но я всех зацепить не могу. Я вот, кстати, уже отписался Игорю, что не поеду, к сожалению, на этот, как его звать. Чтобы не было там вопросов. На форум. Потому что ситуация такая, что мне, если с перелетами, я так понял, мне надо 3 раза пересаживаться, если на самолете. Саратов-Москва, Москва-Беларусь, там Минск, там из Минска-Киев, как я понял. Или мне второй вариант предложили, это до Самары доехать на машине, приехать в Самары на Астану, там провести сходку наших друзей и соратников, и потом приехать в Киев. Потом обратно, ну, даже если мы все это прием, ну, это просто из какой-то, я не знаю, самого, ну, бичевания, у меня столько времени просто нет, чтобы я, если я на самолете столько полетаю, у меня крыша колпак точно съесть. При условии, что надо еще посидеть, подождать. Вот, и даже на поезде прямого рейса нет. То есть я уже отложил последний вариант на поезд, на днях проверял поезд, но, к сожалению, на поезде такая же, извиняюсь, такая же ситуация, мне надо доехать до Москвы. И с Москвы потом уже в Киев. Вот, причем там приличное время по пересадке. Вот, ну, я не знаю. Мне просто реально ни времени, ни желания нет. Вот, этим заниматься может быть в следующий раз. Просто туда ехать как зритель ради того, чтобы посидеть, посмотреть, послушать. Ну, я могу и онлайн послушать, посмотреть. Мне как бы они предлагали. То есть можно получить доступ. И я уже один раз смотрел. Вот, мнение у меня уже по этому поводу сложилось. Хотел лично пообщаться, потому что реально интересно. Но вот, к сожалению, не судьба. В этот раз, по крайней мере, именно как зритель, мне просто неинтересно реально ехать столько сил тратить. Надеюсь, между нашими странами там что-нибудь наладится. И будем ездить по-другому, по-людски. На следующий год. Так. Леонид. Цены увидите и пойдете тырить. Ну, тут сейчас об этом смысла говорить нет. Сергей, можно попросить купить пару фото у знакомых дизайнеров. У них есть подписки на стоки. Вот, Инна, молодец. Спасибо большое, хорошие советы. Я предлагаю одного чувака, который там уже собаку съел, но пока что не могу связаться с ним. Ян, я только буду рад. Вы можете сослаться на меня, на группу, на все дела. Вот, и я всегда готов, сами знаете. Я, кстати, ехать на форум хотел не в малой степени еще, помимо познакомиться, просто пообщаться с людьми. Честно могу сказать, не знаю, кто там будет вообще. Новички и профессионалы, как это. Потому что я языком не владею, соответственно, я с америкосами пообщаться на английском нормально не смогу. Ну, в лучшем случае, что-то там пойму, но так. Вот. Я хотел с ними, в принципе, пообщаться. Опять с помощью кого-нибудь на месте, чтобы именно лайвы провести. Потому что Игорь классно проводит эти все вещи. Ну, во-первых, у них там, это все равно закрытая и платная тусовка, первый раз. Второе, там будет ограниченное количество людей. Ну, сколько там этих людей посмотрят? 500, 1000 человек. А здесь посмотрят и на YouTube, и здесь десятки тысяч. По первому форуму я видел, ну, два варианта. Первый вариант, это люди приезжали просто, я не знаю, там отдохнуть, Киев увидеть, тусануться и понтануться. А вторая, это просто часть, приехала именно про рекламировать свои услуги. То есть для второй части будет интересно выступать в группе, где такое количество людей. Здесь есть все. И оттуда, и отсюда, и с разных мест. Там приходящий, уходящий. Еще придачу YouTube, которую можно посмотреть. Потому что это свободный доз. А самое главное, что мы можем еще и вопросы задавать. Их просто там, сколько приглашенных было бы, там, 10, там, сколько там человек, там, не помню, 7. Вот, если хотя бы 1, 2, 3 согласился, было бы круто. И я думаю, они про это сообщество наше и не знают. Ну вот, потому что нормальный человек, интересный человек, он с удовольствием пообщался с нормальными, интересными людьми также, мне кажется. Может быть, я Игоря по этому поводу попрошу, но не знаю. Я хотел лично как бы пообщаться с каждым, если была бы возможность, но у меня не получилось. Я вот своих друзей попросил, там, вот Денис, я так понимаю, поедет. Других попрошу, может быть, будет им интересно. Вот, я думаю, нашим группе тоже будет всем интересно пообщаться, позадавать вопросы онлайн, сколько уже мы и, там, с Америки, там, и так далее. Несколько людей уже приглашали разные. То есть, в любом случае, какие-то более интересные, какие-то менее интересные. До каких-то мы не доросли просто-напросто. Какие-то переросли. Вот, я бы с удовольствием сюда бы их затащил. Один из владельцев Amzempire давно работает в Shopify. Да я с удовольствием бы с ними провел лайв. Много раз по этому поводу общались. В первую очередь, по их программам. Но они все время не готовы. То одно, то другое, то пятое, то десятое. Какая причина, я не знаю. Так что, Оксана, я с удовольствием. Я с ними постоянно общаюсь. Я, как бы, но мы перепиской занимаемся. Вот, у меня доступы к их программам есть бесплатные. Они мне дают, потому что я, как бы, ну, не то, что привлекая людей там туда, но просто достаточно много людей к ним отправляя, наверное. Вот, у нас такие нормальные дружеские отношения. Но лично я с ними ни разу в жизни не созванивался, не общался. В них, видимо, нет ко мне интереса. Ни группе, ни ко мне. То есть, я не знаю. Вот, в этом виде они общаться не хотят. Будет желание? Я только за. Так, точно там же скит. Все правильно. Вот, ну, в любом случае, мы тут пишем вопросы. Группа для этого есть. Написали вопросы, пожелания. Закинули, думаю, ответят, скинут. Вот, у нас сейчас в лаве 53 человека. Мелочь, а приятно. А то одно, в последнее время, что-то там вообще на спад все шло. По 30-40 человек приходят. Только у нас один. Есть король. Король Лаева. Поршун. Он у нас все рекорды побил. Аж, по-моему, там 180 человек было на лаве. Интерес, интерес у людей большой. Вот, так что такая вот история. Еще, если есть вопросы, задавайте. Да, в принципе, будем заканчиваться потихонечку. Много нужных вещей с Амазоном в любом случае. И все узнаете в одного, не вариант. Надо объединяться как раз в этом отношении. Еще раз напоминаю про группу ревью. Постоянно буду ее скидывать. Скидывайте тоже. Привлекайте своих друзей. Кому просто хочется помочь. Кто хочет разобраться, например, в Амазоне. Какие преимущества? Первое преимущество. Вы видите товары типа конкурентов. Ну, это реально так. Может быть, какие-то идеи вы и получите. Даже привлечая друзей, вы просто попросите, чтобы они вам, например, сфотографировали, что за товары вам присылают. И что им присылают, например. Ну, я не знаю. Даже вот в точке зрения такой микрокорысти. Второй момент. Это просто помощь бедным и несчастным, которые остались на родине. Третий вариант. Это получить нормальные продукты. Когда мне мой знакомый сказал, что мне там прислали. Я говорю, ну, тебе не нравится, возьми мусорку, выкинь, да и все. Ну, какая разница? Видеозапись у нас всегда есть в Фейсбуке. Всегда есть в... Вот, ну, в Фейсбуке я имею в виду, в группе и на страничке. И на Ютуб-канале я тоже выкладываю. Вот. Так что привлекайте друзей. Если у нас будет хотя бы живых человек 500, у нас не будет проблем. Вообще с отзывами не будет проблем с стартом. Ну, это будет просто замечательно. Я пришел, кинул свой товар. Пускай даже слева в аккаунту. Ну, вы боитесь, что там будут знать, какой у вас товар. Но вы главное смотрите, кто у вас будет. Кому будете деньги пересылать. Вот. Посмотрите их аккаунты и все дела. Чтобы можно было эти аккаунты заблокировать в будущем. Если действительно они там ваши там 10-15 долларов зажмут и не напишут вам отзыв. Неадекватных людей огромное количество. Имейте ввиду. Вот. И эти неадекватные люди, они чаще всего очень наглые. И очень много всего пишут. И у них очень такое своя какая-то позиция. Куча мнений своих. Хотя нет никто из вас их никак. Но разговоров очень много от них. Вот. Что они помогают, что они делают. Ну, много-много возникает проблем. Я просто знаю. Вот. Из-за этого аккуратно к этому относитесь. И в любом случае к Сергею ко мне пишите. Если какие-то проблемы с этим человеком, я всегда постараюсь помочь, написать. Ну, и вообще любые проблемы, какие есть, для этого группы у нас и существуют. Я не знаю, сколько там реально людей. Которые. Я знаю, что там огромное количество людей, которым нужны отзывы. Вот. Я отзывы делаю через Сергея. У меня еще у напарника есть. Там возможность 30-40 отзывов сделать. То есть у меня еще есть там знакомые и так далее. То есть я запускаю товары где-то от 100 отзывов. Ну, то есть не отзывы для меня, а именно 100 выкупов. Пускай придет 70 там отзывов, 70 звездочек там. То, что сейчас на данный момент у нас последняя была статистика. С 90 с лишним процентов попало до 70. Потому что какие-то ростные связи, кто-то не пропускает. То Амазону нужны короткие отзывы, то нужны длинные там. Там постоянно, короче, идет замес. Для меня главное, чтобы был ордер, чтобы было выкуплено. Именно по моему ключу, как надо. То есть я двигаю. Отзывы сами собой подтягиваются. Опять же там, без выкупа также делаем эти отзывы. Добиваем до этой же сотни нормально. То есть у меня, как правило, это 10%. Безъемный в основном 500 тысяч штук, соответственно 50-100 отзывов. Но проблема в другом. Я же не могу с моего аккаунта, чтобы одни и те же люди сами покупали. За месяц столь реально нагнать. С той группой я не знаю. Я буду стараться. То есть у меня, да, такая задача. Месяц, полтора, до сотни догнать. Вот. Но опять еще раз повторяю. Проблема в другом. Если вы вот как сейчас, например, я. Я везу, вот сейчас у меня уже оплачено 4 товара. 5 товаров уже оплачено. Один полностью, а 4 предоплата. Нам их произведут, ну, в течение там 2-3 недель. Какие-то раньше какие-то. То есть у меня сейчас 5. И мне надо 500 уже человек, чтобы это сделать. У меня есть 500. Где я их возьму? Естественно, я буду экономить, то есть буду перекруживать, перекручивать, потому что они будут пересекаться. Хотя они с разных аккаунтов. Нет, Сергея он сделать может до 30 отзывов, не больше. Потому что опять же рандом. Мы не можем всем сделать одни, ну, то есть одни их и тех же отзывов. Это не вариант, к сожалению. Вот. Но до 30 отзывов, если приличный товар, обычный, то есть он спокойно сделает. Бывают просто какие-то такие трэшовые товары, которые люди отказываются. Вот, кстати, там недавно Сергей там плакал о спиннерах. У меня есть товарищ, говорит, блин, давайте любое количество спиннеров возьму на отзывы. Так что вот конкретно по спиннерам обращайтесь, свяжусь с человеком, который поможет отзывы делать. Ну вот. Я говорю просто, у меня есть несколько каналов, через которые я отзывы делаю. Вот. Можно это самое. Проблематично. Вступайте с нами, с Сергеем работать, если вам, например, неохота общаться с покупателями, с продавцами и все остальное. Сергей делает сервис. И вот честно могу сказать, если бы у меня у Сергея было бы 300-500 там ревьюеров, да я бы вообще никакие группы и вообще бы ничего не делал. Ну, мне просто это не надо. Я отдал, но так как мы набрали такое количество на самом деле людей. Просто они уходят постоянно. Они поработают какое-то время, у них интерес к Амазону пропадает, у них пропадают там какие-то там свои нюансы. Они начинают торговать, не хотят с этим связываться, чтобы не привязывать аккаунт, продаться и попасть. То есть много-много-много всяких моментов. Вот, Алекс Маслов готов помочь. Супер. Да, пишите в скайп, почему нет. В скайп, в лайф, куда угодно. Пообщаемся, Дмитрий. Вот, про видеозапись рассказал. Полтора часа отработали. Думаю, какое-то прояснение есть. Какие будут нюансы, всегда обращайтесь. В личку, обращайтесь в скайп. Я не знаю, как влияет. Просто чем меньше связи, тем лучше. Сегодня никак не влияет. Вот, лишь бы не было такого, чтобы, например, вот, человек берет, вот, 30 человек, купили, например, товар у вас. Потом, через два дня, мы прислали еще 30 человекам другой товар. И опять те же самые 30 человек этот товар купили. Потом еще, а представьте, сколько у нас товаров проходит. И сколько там хоть 100 человек, например, есть. И, естественно, будет взаимосвязь. У нас есть двух, двоих забанили за то, что они там друзья домой пришли, к Wi-Fi подключились и все. И теперь им пишут, что они родственные связи. Ну, там, перевод так идет. Так что, вариантов просто миллион. Как это будет выглядеть? Почему это так выглядит? Я не знаю. Так что, такая вот ситуация. В принципе, думаю, какие были вопросы, что смог, рассказал, ничего не скрывал. Вот, никаких секретов нет. Я понимаю. Я говорю, связь, ну, если, надеюсь, вы не у себя же покупаете, а у чужих, ну, тоже, чтобы взаимосвязи не было, чтобы и покупать, например, у одних тех же товаров постоянно. Ну, вот, тут связь, они выцепляют, это же не сидят люди, это сидит машина, у нее есть алгоритм. И она, соответственно, смотрит взаимосвязи различные. То, что вы являетесь продавцом на Амазоне, вообще никакой связи нет. Но просто тоже выкупы делаете просто разумительно и все. Невозможно делать одни и те же выкупы. Ну, я уже пример как бы сделал, повторяться, думаю, смысла нет. Связи нет, можно, вы же являетесь... Амазон обожает своих покупателей. Не знаю, как продавцов, обожает он или нет, ну, покупатели точно. Но в любом случае, он с ними тоже борется, потому что есть всякие моменты. Если вы покупаете, все в соотношении, короче. То есть даже, например, прислали письма по поводу вишлистов, точнее, даже не вишлистов, а именно корзины. Вот. Мы всегда через корзину тоже продвигали. Но когда их 10%, это норма. Когда вы по индусам продвигаетесь, и кому-то пришли письма, и у вас было ноль продаж, и осталось там, стало две продажи. Тупо за счет индусов. А когда у вас было 50 продаж, и стало 80 продаж, это совсем другая история. Все в соотношениях. Из-за этого алгоритма заложены определенные проценты соотношений, связи. Если вы покупаете на Амазоне просто товаров, например, я не знаю, 10 товаров в неделю, и вы делаете постоянно отзывы в кучу, тоже будут с процентом соотношения. И он видит, то есть он вас там будет считать. А если вы тупо делаете выкупы одинаковые, постоянные, и такие же, как Санек делает Ванек, и Пятек им это, он, естественно, вас зацепит и перестанет вам давать отзывы писать. И в группу я закрывал на какое-то время, когда у нас проблемы начались, такие массовые, что люди делают, и какие-то там с отзывами проблемы. Кому-то даже письма пришли, что вы манипулируете там. То есть даже такое есть. Все надо делать аккуратно и технично. Просто, если честно, я планировал сделать это, ну не то, что там как бизнес, зарабатывать на это, там 6 долларов не заработаешь. Вот, при условии, что надо там кучу народу еще отбашлять. С доллара, грубо говоря, надо. Это сколько там? Чтобы 1000 долларов заработать, надо 1000 товаров. Не знаю. Вот. Но получается так, что не набирается это, количество людей. Нет его. То, что все это было сделано, я делал для себя. Потом на внешний рынок вот вывели как бы такую услугу. То же самое, как с индусами. Вот. Сначала делаешь для себя, потом видишь, что как бы результат есть, надо их выводить и зарабатывать еще на этом. Если это хорошая, качественная услуга. Вот. Если она не качественная, не хорошая, ну мы этим не занимаемся, мы это не выводим. Нам это не интересно. Вот и все. И здесь то же самое с этими отзывами. То есть мы мы стоим на месте уже там, я не знаю, мы начали это делать прямо с октября месяца. Вот. Вот. Читай. Сколько через нас людей прошло? Ну просто гигантское количество. Осталось как было. Там 50 человек. Кого-то вообще прекратили возможность писать отзывы. Кто-то еще там, какие-то моменты. Со мной масса просто уходит. Им это не интересно. Ладно. Всем спасибо, кто присутствовал, задал вопросы. В следующий раз, надеюсь, вот с Денисом договорюсь, будем про Ахелиум, про обнову рассказывать. Вполне возможно, Денис поделится еще с зонмастером, посоветует какие-то моменты именно элементарные. Нам же не надо как это сказать, ну какие-то такие супер-супер-супер навороченные вещи, потому что нам просто надо, чтобы на нашей почте первое это открыли, второе желательно ответили. То есть открытие, это у нас, естественно, влияет на заголовок. Чтобы открыли, это кто-то шуточные какие-то там тексты пишет, там анекдоты, я не знаю, кто-то купоны дает. И много-много всяких там вещей, которые заточены исключительно на Амазон. Потому что, мне кажется, разные продвижения для разных услуг. В принципе, вот так. Посмотрим. анонс напишу вам, как договорюсь. Если не получится, ну посмотрим, может что-то другое. Все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.